Си**уй! Нужен ты нам тут сильно. Я кофе разлил. Как? Кирилл меня испугал? Вот она красотка. Потому что это очень смешно. По самый корешок. Это очень пошло. Alright, you lot. Кем я только не был на этом канале. И тренером по акцентам, и детективом, разоблачающим одного небезызвестного америкашку, и российским школьником, сдающим ЕГЭ, и поваром, приготовившим шедевральную селёгку по шубой. Талантливый человек, талантлив во всём. Чего уж скромничать. Ой, ну какой же молодец. Сегодня я примеряю на себя ещё одну профессию. Переводчика. Мы с вами посмотрим британский сериал Brasset, и я постараюсь перевести все эти эпизоды так, чтобы прям когда закончатся эти съёмки, меня позвонили с кинопоиска и предложили работу. Делать переводы для озвучек. А вам я расскажу, как смотреть сериалы в оригинале, и как их переводить для себя. Но ещё по ходу дела будет много британского сленга, и, конечно, много клёвых разговорных выражений. С вами сегодня Сэр Жора, и онлайн-школа английского языка Skyeng. Давайте начнём с названия самого сериала, потому что это реально существующее в английском слово. И это означает To be skinned, to be broke, to be penniless. Например, Alright there, fella. Please, will you get me a pint? I'm absolutely brassic. На русский название этого сериала переводится как без гроша, ничеброды, голяк, без денег. Герои сериала, те самые ничеброды, они обаятельные гопники из глубинки на севере Англии. И на жизнь они зарабатывают во всяком не очень законном способе. Например, они угоняют тачки или вот полни и цирка варюют. Главный герой Вимик, и кстати, этот актёр, может вы его знаете, потому что он снимался в отбросах, его зовут Джозеф Гилган. Джозеф Гилган родом из города Чолли, и это 30 минут езды от Болтона. И это получается у меня с ним один акцент почти. И в этом сериале он, ну в смысле его персонаж, страдает от биполярного расстройства. И это значит биполярка и гопник в одном приложении. Очень круто звучит, да? Вот еще несколько аргументов, почему и кому стоит посмотреть этот сериал. Во-первых, если вы любите Гай Ричи, если вы любите черный юмор и много мата, то вам точно сюда, потому что в этом сериале всего этого в достатье, точнее в изобилии. Во-вторых, если вы осилите два сезона Брассик в оригинале, то мне кажется, вашему английскому ничего не будет страшно, потому что я честно скажу, как есть. В этом сериале в плане языка, ну это очень сложно. Если вы захотите попрактиковать на нем аудирование, то есть выписать новые слова, в принципе, уловить все эти слова на слух в каждом приложении, то вам точно придется разбирать небольшими фрагментами по 5-7 минут максимум. А если вы сейчас не совсем понимаете, что я имею в виду, когда я говорю попрактиковать по сериалу, то вам точно нужен личный план, как учить английский по фильмам. Внутри этого плана есть задания для всех киномарда каждый день недели и советов от методистов Skyeng, как смотреть эти сериалы в оригинале не просто for fun, но еще с настоящей пользой для вашего английского. Очень полезная штука. Это сделает ваш просмотр фильмов и сериалов в два раза полезнее. Ну, как минимум в два раза. А те, кто уже попробовал, говорят, что это реально помогает структировать по изучению языков, что очень полезно, если ты учишь самостоятельно. Плюс план обновленный. Теперь там много интерактива и это значит вам точно не придется скучать. А самое приятное, этот план можно скачать бесплатно. Короче, перейдите уже по ссылке в описании и забирайте свой план. Возвращаюсь к сериалу. Сложный он в первую очередь из-за региональных акцентов. А еще, ребята, здесь постоянно территория. КОНЕЛЬНИЕ КОНЕЛЬНИЕ Обожаю, как он бегает. В слове стюпид первый звук более похож на ш, чем с. И это получается не стюпид, а стюпид. Кстати, Чур не забыл. В этом фрагменте звучала очень классная фраза finders keepers. И на русский это переводится как что упало, то пропало. На самом деле there is more to this phrase. So it's finders keepers losers weepers. There's actually a song by Fall Out Boy that has these lines in it. Вообще, вот вам еще один повод посмотреть, ну хотя бы попытаться посмотреть все эти сериалы в оригинале. Просто нереальное количество фразочек для общения. самого современного британского сленга и, конечно, много крутых нецензурных выражений, которые, ну, как я знаю, вам очень нравятся. To be fart-arsing around это бездельничать, дурью маяться вместо того, чтобы заниматься чем-то по-настоящему полезным и важным. Например, ваша совесть могла бы сказать stop fart-arsing around and start learning English. Окей, my inner translator is ready. Почувствую себя на вашем месте. Каково это смотреть все эти сериалы на английском, а потом мысленно переводить их из английского на русский. Вы же так сериалы и фильмы смотрите? Или вы ничего в голове не переводите? Расскажите в комментариях. Где машина, Винни? Какая-то машина с Лейса. Та, которую стер сегодня утром. Я вообще не знаю, как это перевести. Яйца. Да. Наверное, я не тот мужчина. Удивительно, что ты вышел так рано. я думал, ты бы уже погрузился даять собаку к этому времени. Не то, чтобы очень полезный жизненный совет, зато это однозначно весело. Придумывать, как адаптировать мать и цензурные выражения, ну, прям увлекательные занятия, правда. Особенно, когда попадаются выражения, которых вообще не существует в русском языке. Например, было такое золотое выражение в отбросах monkey и в озвучке оно превратилось в легендарную мордышлюшка. Понимаете, у вас тоже могут родиться такие подобные шедевры. Давайте заодно повторим британский сленг, который вы уже знаете. Я в одном из своих первых видосов на этом канале учил вас слову и это значит стыбрить, спиреть что-либо, угнать, если речь идет про тачку. Художественный фильм и это очень важное слово для этого сериала, потому что мне кажется, оно появляется почти в каждой серии. Скажи, что они не выглядят тоньше. Я не могу сказать. Ну, понятнее, если ты не смотришь как следует, Дилан. Ну, Веришь, даже не смотришь. Ну, что, я смотрел, я смотрел, правда, да? Ты, блин, взгляну на них и все. А что меньше, чем взглянуть? Ну, не знаю, подглядывать или, может, украдка взглянуть. Гланс. Гланс это быстро взглянуть на что-то. Например, I've just glanced at my watch. Пик is to glanced at something, to look at something and secretly do it. Типа, как подглядывать. Я могу из-за ноутбука, чтобы меня не было видно. Или, допустим, я переодеваюсь к съемкам и на углу кое-кто там на меня смотрит и я такой Дани, you naughty boy, stop peaking. И он типа Джорни, I wasn't peaking. Да, вот, украдкой взглянуть. Просто взгляну украдкой из-под тишка. Смотри, как слева, посмотри, вот, засни, как это. Немножко фоликулярно ограниченный. Ну, он лысее, да. Фоликлый чаллендж нельзя, конечно, перевести, как лысый, потому что лысый, это вообще лишен волос совсем. Фоликлый чаллендж это значит, что человек лысее, одно из таких поликорректных выражений. Волосиная инвалидность. Если это, конечно, не ваша работа, то не заморачивайтесь над дословным или близким к оригиналу переводу, когда ты смотришь эти сериалы. Ну, окей, пусть ты не придумал, как правильно перевести фоликлый чаллендж. Ну, охер с ним. Главное, чтобы вы поняли смысл сказанного или написанного, потому что здесь речь идет про лысейшего человека. А если вы еще и уловили шутку, что это съемно всякими подобными поликорректными словами, вроде visual challenge, physical challenge, то вы просто бомба, ракета, искорка, легенда. король королей, ха! Прямо как я, который, по-видимому, слишком хорошо справляется с этим заданием. И поэтому мы решили повысить сложность не только самих фрагментов, но еще придумали дополнительное задание. Теперь не просто я буду переводить эти фразы фрагменты, но еще озвучить закадровым голосом. Вот уйду от вас к ребятам в кубик в кубик. Вы будете плакать, вы будете просить, умолять, чтобы я вернулся. Я не вернусь. Пи***й! Нужен ты нам тут сильно. Бел, Кирилл, то есть ты уже на грани. Кто сидишь? Вставай, уходи. Кубик в кубик. Пи***й, уберу отсюда. Ты петличку мне только отзвай. Я кофе разлил. Как? Ну, что, не знаю. Не обращай внимания. Кирилл меня испугал. Я буду всем говорить что это было. Моя мама может удержать яйцо на своей голове. Правда? Нет, она не может. Правда? Нет, она не может. Серьезно? Боже мой, какой это навык. Окей, Блоди, можно сказать, что это чайлдфрендлик ругательство. Моя мама так говорила при мне, когда я был маленьким. Она никогда не сказала ф-могу, но она наверное бы сказала Блоди. Так что Блоди не может. Я не могу. Я люблю твою маму. Я просто не могу. Я люблю твою маму. Она экстраординарная женщина. Коломбур! Невероятная женщина. Кстати, я должен это сделать закадровым переводом. У, сложно. Моя мама может удержать яйцо на голове. Серьезно? Да. Серьезно? Боже мой, какой-то навык. прямо. Я не могу. Я люблю твою маму. Она невероятная женщина. Я уверен, что это не первый в вашей жизненный сериал, который вы посмотрите в оригинале. А если вы еще будете ставить на паузу особенно свои любимые моменты и повторяться за героями, то уже после первого сезона вы станете произносить как истинный гопник Британии. Английский британского гопника. Это же бенчмарк в языке, к которому нужно стремиться. Я что, кому-то весь сериал бесплатно перевожу? Блин. 2-1-8 2-1-5 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, попробуем. Вот она красотка. Ммм. Еб***ь, да, большой, прям. Это для лошади? Это не для лошади, но есть лошадь на нем. Ну, это декоративно, б***ь. Зачем лошадям самотык? Декоративно? Да, чтобы смотреть, когда, ну, знаешь, ты хочешь купить, или нет? Это слишком странно для меня. Это магазин самоторгов, не самотыков. Как вы видели, я использовал слово самотык for the word dildo. Потому что это очень смешно. A self-poker. Это очень пошло. Звенящая пошлость. О, б***ь, да, окей. Пауншоп. Я все-таки пытался сохранить этот каламбур. Ну, мне кажется, самоторгов такого слова нет, не существует. Нахуй лошади самотык. Ммм. Надо было так сказать. Если загуглите фразу she's the beaut, то интернет скажет вам, что это австралийский сленг. Ну, как видите, можно это услышать в Британии. Не так часто, ну, мы там это говорим. Если ты используешь это выражение, это когда речь идет про какие-то неудовшевленные вещи. Например, про новую машину, какое-то новое устройство, скажем, домашнее. If you buy something in your house and you're like, oh, look at my new kitchen. It's a beaut, innit? Look at this new games console that I've got. It's a beaut, innit? Look at this new laptop that I've got. It's a beaut, innit? Делать озвучку это прям сложно. Потому что ты должен заодно и послушать, и перевести все эти фразы на другой язык. Все это происходит одновременно. Это большая нагрузка для головы. Особенно, если ты не прям владеешь этими двумя языками. Guys, я надеюсь, у меня получилось заинтересовать вас, брасик, а еще зарядит вас желанием больше смотреть эти сериалы и фильмы в оригинале. Почему? Потому что, во-первых, это очень весело, и во-вторых, это очень-очень полезно для вашей языковой практики. Ну и чтобы все это закрепить и дать вам дополнительную мотивацию посмотреть галяк в оригинале, наши друзья из Кинопоиска HD подготовили для вас подарок. По промокоду SkyYang, вы сможете бесплатно получить 45 дней подписки Яндекс Плюс с доступом к Кинопоиске HD соответственно. У ребят очень много британских сериалов и фильмов, включая Brassic, который эксклюзивно доступен на Кинопоиске HD. А лучше всего для вас с нами это то, что там многие проекты доступны с оригинальной дорожкой и субтитрами, а библиотека постоянно пополняется новыми сериалами и фильмами. В общем, это отличный подарок для всех, кто хочет посмотреть Brassic в оригинале, а еще если вы хотите послушать, как прекрасно может звучать северный британский акцент у кого-то кроме меня, потому что вы меня можете посмотреть и послушать на ютубе. Переходите по ссылке в описании, смотрите сериалы, забирайте свой подарок и прокачивайте свой английский. Ну и какой вывод напрашивается по всему этому видео? Переводом сериалов должны заниматься профессионалы, которые уверенно владеют двумя языками, а еще которые работают в тишине и в спокойствии в каком-то офисе или у себя дома. А не переводят так, как я только что переводил, то есть на ходу и на коленке. Но переводить для себя, пока ты смотришь, пусть местами кряво, это очень полезное занятие для языковой практики. Только я вас прошу, не сильно стрессуете и ни в коем случае не ставьте диагноз вашему английскому, потому что вы не могли художественно перевести какую-то фразу. Ну, знаете, все эти комментарии друзей вроде ой, какой английский ты знаешь, ты не можешь по-человечески перевести эту фразу. Ну, просто наслаждайтесь этим моментом и то, что ты единственный человек в этой компании, который уловил шутку в этой фразе extraordinary woman. Да и вообще, когда вы смотрите сериалы, когда вы читаете книги и статьи по фан на английском, то не надо, не обязательно понимать прям каждое слово. Какие-то моменты становятся понятны из контекста и какие-то вообще не важны для понимания сюжета. Так что сделайте глубокий вдох, выдох и расслабьтесь. Nobody's perfect and your English is no exception. Thanks very much guys. Сегодня был с Жора и онлайн школа английского языка Skyeng. See you in a bit.